ДТП со смертельным исходом 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 Более трех килограммов тромодола Дагестанские полицейские на федеральном контрольно-пропускном пункте Герзельский мост нашли сильнодействующие психотропные лекарства при досмотре пассажирского автобуса который следовал по маршруту Ростов-на-Дону-Дзербент В ходе осмотра багажа было обнаружено 10 пакетов с таблетками Как оказалось, чемодан по просьбе жителя Ростовской области перевозила его родственница В отношении женщины и ее предполагаемого сообщника возбуждено уголовное дело Мужчина объявлен в розыск Камнепад высокогорья Дагестана оставил без транспортного сообщения от 12 сел В Лератинском районе более 5000 человек остались без автомобильного сообщения из-за камнепада на дороге местного значения от Лерата-Камилух Как сообщили в региональном МЧС, жертв и пострадавших нет А в Цунтинском районе автомобильная дорога республиканского значения Агвали-Шаурики-де-Ро закрыта в связи со сходом снежных лавин В Бештинском участке также по этой причине закрыт Генухский перевал Ликвидацией последствий сильного снегопада занимаются сейчас дорожные службы По прогнозам рост гидромета в ближайшие дни в некоторых районах республики ожидается ухудшение погоды Прогнозируется выпадение осадка в виде снега В связи с чем возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки Лавина опасность сохраняется на автодорогах Рутульского, Атлератинского и Цунтинского районов А также на Бештинском участке Госавтоинспекция МВД по республике Дагестан обращается к жителям и гостям региона с просьбой быть особенно внимательными на дорогах республики и рекомендует всем участникам дорожного движения предпринимать меры безопасности Вокруг света под российским флагом на самодельной лодке Махачкалинскому мореплавателю Евгению Гвоздеву могло бы сегодня исполниться 88 лет О человеке, для которого моря стало мало Обыскатели приключений, чья душа рвалась в океан вспоминали в музее «Россия. Моя история» Морские судна чуть более трех метров которые можно соорудить прямо в квартире Евгений Гвоздев был мечтателем который прочитал несколько десятков книг о путешествиях и решил обогнуть земной шар Но не только мечта, но упорство, смелость и трудолюбие помогли осуществить задуманное Где-то лет 50, а то может и под 60 Ну после войны сразу где-то в 50-х годах Мне попалось обрывок газеты, даже не помню какой И там была статья, в которой говорилось Марсель Бордио, француз, построил яхту сразу после войны и отправился в одиночное кругосветное плавание Мне было понятно, когда, допустим, даже на небольшой яхте или на катере выходит в море экипаж 3, 5, 10 человек Все это ясно, все понятно Я моряк, мне все это понятно Но когда один человек идет в океан кругосветное плавание вот это для меня сногсшибательно было Я сразу пошел в библиотеку поднял литературу, все, что касалось одиночных плаваний И выяснилось, что в 1898, по-моему, сейчас уже, не помню, году Джошуа Слоком впервые в мире прошел в одиночку на яхте Спрей вокруг света И с тех пор пошло-поехало Идут вокруг света все, кому не лень, у кого есть желание и у кого есть возможность Строить яхту Саида оказалось непросто Не хватало денег, материалов и оборудования Но даже это не остановило Гвоздева, вспоминают его друзья Саид подготовил, и готовил сначала, само собой подготовил форму, каркас Там сюда ремонт, а потом принес домой, потому что каждый день выходить надо работать И он уже дома поднял его на балкон И мы когда к нему заходили домой, домой заходили, мы с друзьями помогали У него весь стенка была в чертежах Даже на полу чертежи были Не та, которая бумажная, которая на стенке нарисована Да, по этим чертежам, по этим собирал, делал, потому что расчеты, чертежи И вот он прошел по кругу Прежде чем пойти в первую кругу, в кругосветку Он 50 раз ходил в Махачкала, Актау Шевченко раньше называлось город, в Казахстане он ходил И обошел около 10 раз в Каспии Ну, да, Иран, конечно, не заходил, но Азербайджане вот так кругово он обошел Яхта «Саид» установлена на первом этаже музея «Россия. Моя история» Ее длина чуть более трех метров, а ширина не достигает даже двух Запаса продовольствия при этом у «Саида» могло хватить на четыре месяца Сотрудники музея признаются, что невероятно горды, что пристанище «Саид» обрел именно здесь Это сверхмаленькие суда, которые обычно в океан не выходят Эта яхта в историческом парке появилась Путь у нее был непростой Вначале не знали, куда ее поставить Было желание и в Дагмузей поставить Она простояла некоторое время в 39-й школе города Махачкала После этого она нашла свое предстанище в историческом парке Мы гордимся этим экспонатом Это живое свидетельство силы духа и воплощение мечты К сожалению, для еще одной яхты здесь, наверное, места не хватит Но про Евгения Гвоздева, конечно, экспозицию надо улучшать Делать ее больше У нас еще будет мероприятие, посвященное Евгению Гвоздеву Сегодня у нас мероприятие, посвященное дню рождения, 88-летию Но следующее мероприятие будет посвященное дню смерти Человек упокоился в третьей своей кругосветке, не смог ее пройти до конца Это тоже, знаете, большое дело суметь воплотить свою мечту два с половиной раза В географическом сообществе также хранят память о путешественнике Назвая его великим яхтсменом и даже героем Это первый в мире человек, который совершил кругосветку Покорив три океана на яхте длиной около трех метров Это, в общем-то, уникальный случай Поэтому его знает весь яхтенный мир, я повторяюсь И вообще это был герой, я с ним был знаком прекрасно Но я думаю, что наступят времена, когда дагестанцы захотят повторить этот подвиг И мы постараемся это сделать Лучшей наградой для Евгения Александровича Гвоздева была бы светлая память о дальних плаваниях Говорят его друзья и коллеги Именно поэтому в Республиканской Федерации парусного спорта уже 10 лет пытаются открыть яхт-клуб На просьбу они просят откликнуться администрацию города У нас нет яхты, в которой мы можем даже перейти к Каспии на сегодня Потому что у нас спортивные яхты И самая главная наша мечта и его мечта была Гвоздева мечта была построить в Бахачкале яхт-клуб Это единственный город, наверное, в мире, в котором у моря нет яхт-клуба И на озере Аголь, в центре города, кто бы к нам не приезжал Начиная с президента Федерации Российских и по грибному спорту, и по парусному спорту Да, все в центре города, да, шикарное озеро, ничего нет Поэтому мы надеемся в этом году администрация города решит нашу проблему И выделит нам место, мы сами все построим Мы сами все построим на озере детскую школу и на море яхт-клуб Хамз Нурмагомедов, Лориана Шамхалаева, телеканал ННТ, Махачкала Мэрия Махачкалы предложила вернуть контроль по сдерживанию популяции безнадзорных животных Республиканскому комитету по ветеринарии По словам городоначальника столицы Салмана Дадаева За отловы и содержание бездомных кошек и собак ранее отвечал комитет по ветеринарии Но в 2017 году комитет пролоббировал передачу этих полномочий муниципалитетам Однако выделяемых субсидий на это дело сейчас недостаточно Сложившейся ситуации Дадаев предложил внести инициативу в Народное собрание республики об отмене 37-го закона Нам не созданы условия надлежащим образом исполнения переданных полномочий Поэтому мы будем ходатайствовать перед Народным собранием О отмене этого закона и возврате этих полномочий комитету ветеринарии Такая же ситуация в Буйнакске, Каспийске, Испербашке, Кизилюрте, Касавюрте Мы с коллегами обсуждали это Просто я более детально погружен в эту проблематику И посоветовавшись с коллегами договорились, что я подниму этот вопрос Я перед Сергеем Алимовичем этот вопрос поднимал Сергей Алимович поручил комитету ветеринарии Но комитету ветеринарии снова мое обращение Вернули, что вы имеете право Но имеем, мы не против Но мы не можем, нет у нас на это средств Мы на другие средства должны направить это Мне депутаты городского собрания не согласуют Расходование средств на государственные полномочия Когда у нас нерешенные вопросы местного значения имеются Школьник из Махачкалы Камал Салаватов Собрал посылку для отправки в Донбасс Ученик 6 класса лицея номер 39 Решил таким образом помочь своим сверстникам Для этого ему пришлось открыть свою копилку В течение года он собирал деньги Подросток хотел купить велосипед Но решил поддержать молодых ребят из Донецкой и Луганской области Которые оказались в сложной жизненной ситуации В супермаркете Камал приобрел продукты первой необходимости И немного сладостей Не знаю, кому попадет моя посылка Но я собирала ее от всей души А вот эти жирафки специально связала моя бабушка А сейчас Хамза Нурмагомедов с кратким обзором новостей в рубрике Дайджест Бывший сотрудник МВД по Дагестану собрал с гастарбайтеров почти 1 миллион рублей И теперь пристанет перед судом Следствием установлено, что в 2019 и 2020 годах он брал деньги с нелегалов гастарбайтеров Из Азербайджана и Вьетнама Мигранты-строители переводили средства полицейскому на карту А он заранее предупреждал их о грядущих рейдах миграционной службы Как сообщает Следственный комитет По данному факту возбуждено уголовное дело По статьям получения взятки и злоупотребления полномочиями Суды в Дагестане за год наказали почти 400 должников по алиментам Большинство из них были приговорены к исправителям работы Но некоторые злостные неплательщики получили условные сроки лишения свободы В январе этого года служба судебных приставов вернулась к практике размещения фотографий Должников по алиментам на светодиодных экранах в Махачкале Бизнесмены из Кизилюртовского района будут судить за неуплату 3 миллионов рублей налогов Уголовное дело передано в суд Следствие установило, что в 2020 году предприниматель Который занимался производством продажи продуктов питания Предоставил ложные сведения Стоит отметить, что обвиняемый в ходе расследования уголовного дела Возместил ущерб государству Избран глава Гумбетовского района Им стал Галип Галипов В голосовании принял участие 31 депутат районного собрания Новоиспеченный руководитель муниципалитета с сентября прошлого года Работал в исполняющем обязанности главы данного района Галипу Галипову 64 года Он уроженец села Киллятель Прежний глава Гумбетовского района Хаджи Мурат Магмедов досрочно прекратил свои полномочия После того, как был избран депутатом народного собрания Дагестана Сельхозпродукция по оптовым ценам В Дагестане со второй декады марта будут организованы сельскохозяйственные ярмарки Такое поручение дал премьер-министр республики Абду Муслим Абду Муслимов Первая такая ярмарка пройдет 19 марта в селе Нижний Инхогум Бетовского района Здесь будет представлена качественная сельхозпродукция по доступным ценам От производителей не только всех близлежащих горных районов Отметим, что это одна из мер, принимаемых правительством региона В рамках поручения главы Дагестана Сергея Меликова По стабилизации ситуации на рынке продовольствия Кубок чемпионов отправляется в Казбековский район и в Навалак В Махачкале подведены итоги республиканского этапа всероссийских игр среди школьных спортклубов Соревнования проходили на базе спортшколы Миноборнауки В региональном этапе соревновались 102 команды Они выявляли лучших в футболе и в легкой атлетике В составах по 8 мальчиков и девочек По итогам предварительных игр в финал пробились 10 спортклубов Первое место в футбольном турнире завоевала команда «Олимп» из Казбековского района А в легкой атлетике не было равных спортклубу юниоры из Навалакского района Помимо кубковой медали победители получили путевку на всероссийский этап Который пройдет в апреле в Анапе Мы тренировались в нашей школе каждый день Наш тренер очень старался всех нас подбодрить Сдавал мотивацию и вот мы заняли первое командное место Дагестанские спортсмены-инвалиды поддержали паралимпийскую сборную России Национальной команде отказали в участии на зимних играх в Пекине за день до старта Спортсмены, тренеры и руководство спортшколы по адаптивным видам спорта записали видеообращение С особым нетерпением и волнением мы ждали выступления наших паралимпийцев Но, к сожалению, спорт в очередной раз стал политическим инструментом Отнявшим мечту у наших паралимпийцев Мы хотим поддержать нашу паралимпийскую сборную И сказать, что каждый, кто готовился к паралимпиаде, уже победитель Творец своей собственной судьбы И пусть все знают, что у нас одна страна, одна команда И на сегодня это все Я напоминаю, что смотреть наши новости вы можете также в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Цен Всего вам доброго, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!